Привет всем подписчикам и зрителям канала Алкофан. Сегодня начну готовить абсент по рецепту 1855 года из Пантерлье, Франция. Этот рецепт рекомендуют на форуме абсент клуба для новичков, скажем так отправная точка для начинающего абсент товара. Из трав для этого рецепта нужно 25 грамм свежесошеной полыни, у меня есть 50 грамм семян фенхеля и 50 грамм семян аниса. Алкогольная основа 950 миллилитров 85 градусного спирта. Засыпаю все травы в банку и заливаю их спиртом. Закрываем крышкой, смешиваем и даем настояться 2 недели при комнатной температуре. Иногда нужно конечно помешивать. Прошло ровно 2 недели, настой для абсента готов и настало время его перегнать. Перегонять буду аппаратом от спирт колонны, самогонный аппарат компакт, никаких изменений в конструкцию не буду вносить. Хочу узнать какой продукт получится при штатном режиме использования. Согласно рецепту я перегонку провожу вместе с травами и также добавляю куб еще 450 миллилитров чистой воды. Все что я буду делать дальше лучше не повторяйте в домашних условиях. Потому что перегонка спиртов это взрывоопасно, огнеопасно, можно получить и ожог, можно и дом сжечь. Будьте осторожны. Поспринимайте это видео не как инструкцию к применению, а просто как развлекательный ролик. Аппарат подключен, запах на кухне просто волшебный. Уже пошли первые капли головной фракции. Перегонку провожу на медленном ровном огне, отбираю головой по капельке. Ориентироваться буду по запаху, но думаю примерно миллилитров 20-30 точно. Головную фракцию я отобрал, буквально миллилитров 30, запах просто превосходный. Далее отбираю среднюю фракцию. Как указано в рецепте, не спеша, по капельке, медленно. Разумеется, абсцент на выходе должен быть холодным. Головные фракции моего первого абсцента. Попробую немного на вкус. Не рекомендую никому этого делать. Скажу так, что полынь ощущается во вкусе. Я, конечно, боялся, что его мало, но есть ощущение полыни. Итак, отобрал я уже почти 700 миллилитров среднего тела абсцента. И если присмотреться, вот в колбе абсцент уже идет с таким вот легким соломенным оттенком. Ориентируюсь я по спиртометру. Я, конечно, не знаю, как влияет на плотность количество афирных масел, но, тем не менее, ориентируюсь по спиртометру. Проверим старым детским методом крепость абсцента. Заканчиваю я отбор и узнаю, горит он или не горит. Так, нужно быть осторожным, потому что все легко может загореться. Так, смотрим. Горит красивым синепаленем, как положено. Отбираем дальше. Вот что осталось в кубе после перегона настоя. Получил я 900-950 миллилитров абсцента с таким вот легким соломенным цветом. Далее я займусь окраской. Конечно, можно делать без окраски, но все же хочется получить именно такой красивый зеленый цвет абсента. Для окраски я возьму полыни, полграмма. Беру полыни немного, чтобы не было сильно горько. И также 2 грамма зеленых высушенных листьев мелисы. Также можно использовать для окраски другие травы. Но у меня такие есть, я такие буду использовать. Отливаю 400 миллилитров и заложу туда травы. Баночки закрываю крышками, ставлю темное место. И я думаю, суток двое для окраски абсента хватит. Прошли ровно сутки. Настой для окрашивания абсента готов. Он приобрел насыщенный, красивый, изумрудный цвет. Начинаю окраску. Вливаю настой в абсент. И заодно фитрую от частей трав. Вышел напиток с таким очень красивым цветом. Теперь абсент нужно разбавить до 74 градусов по крепости. В рецепте сказано, что нужно лить воду в абсент. Хотя странно, обычно я делаю наоборот, выливал спирт в воду. Ну, сделаем, как сказано, в рецепте. Субтитры подогнал «Симон»! Итак, я немножко прогадал, буквально на градусах 4. Абсент у меня вышел 69-70 градусов. Дальше абсент нужно состарить. То есть, отправить его от примерно недели до месяца в темное место. Привет всем подписчикам и зрителям. Сегодня у меня дегустация моего первого домашнего абсента по рецепту из Пантерле, Франция. Абсент у меня старился ровно 2 недели. Я набрался терпения и сделал выдержку. Начнем дегустацию. Сначала абсент я попробую в чистом виде. Наливаю. По поводу цвета абсента. Я специально возле него положил зеленый яблоко, чтобы был контраст. Цвет абсента зелено-желтый. Красивый, такой радужный, приятный цвет. На запах. Аромат приятный. Это из тех ароматов, которые приятно вдыхать на полные легкие. Чувствуется хорошо анис. Также пробивается именно аромат полыни. Такой степной, травяной. Вот именно слово степной хорошо подходит. Классно пахнет. Чистый абсент пьют небольшими рюмками до 30 миллилитров и охлажденным. Я же выпью немножко. То есть все-таки тут 70 градусов. Своё дает. Чувствуется, что здесь все-таки 70 градусов. Есть. По поводу вкуса. Сразу такой вкус непонятный. Аниса травяной. С такой легкой сладимостью. Потом, когда идет полностью обволакивание рта, абсцентом, наступает именно горечь полыни. Такая горечь полыни с выделением слюны. Да, то есть, абсцент как оператив, перед употреблением пищи, вот такая вещь. Слюна выделяется. Кушать хочется. Приятно. Умеренная горечь. Небольшая. В общих чертах, как чистый напиток, он вкусный. То есть, употреблять можно как самостоятельно, без ничего, без воды и песока. Вполне классно. Хорошо обжигает. Дает тепло. Прекрасный, именно травяной, насыщенный аромат. Полынь очищается на все 100%. Круто. Следующий способ потребления абсцента, это французский. Он заключается в следующем. На рюмочку кладется специальная вилочка, на которую кладется сахар. И сверху маленькой струйкой постепенно по капельке стекает холодная вода, которая растворяет сахар. И в свою же очередь сахар попадает в абсцент с водой. И таким образом потом его употребляют. Я же этот способ упростил для себя, без сахара. Итак, одна часть абсента. Далее я беру 3, 4, 5 частей холодной воды. Так, вылью. Все хорошо смешиваю. Выливаю. Пробую. Ну и здесь уже горечь более ярко чувствуется, когда разбавленный отбой. Легко пьется. Хорош такой оператив. Вполне интересно. Но мне все-таки больше нравится именно чистым вариантом. Следующий вариант употребления абсента, это чешский. Итак, наливаем абсцент. Нужна специальная вилка или ложка. Я взял свою простую столовую, немножко до ней поиздевался. Вот так она. Далее мы берем кубик сахара, рафинада. Лучше, конечно, коричневый в оригинале, но есть что есть. И сверху также еще немножко поливаем его абсентом. Ну, дальше вся магия заключается в том, что нужно поджать этот кубик сахара. Ну вот, сахар загорелся. Правда, на солнце не видно, что он горит. Но я точно вижу, что он горит. Начинается он пениться, постепенно плавится. И таким образом распавленный сахар капает в абсент. Остатки сахара смешиваю. И далее главная фишка. Его пить с этой рюмки лучше не нужно. Потому что рюмка горячая, можно обжечься, он крепкий и так дальше. Его далее мешают с водой, но я его смешаю с соком. Хорошо подходит ананасовый сок. Также хорошо подходят такие соки, как апельсиновый я пробовал. Вишневый хорошо. И также крейфрутовый. Пробую. Запах классный. Именно ананасовый сок вместе с абсентом они хорошо сочетаются. Пьется приятно. Сладко. С такой резкостью. Не алкогольная резкость. Непонятная, но приятная. Также есть горечь. Вот именно такая настоящая полынная горечь. Ощущается вместе с сладостью. Она вступает в конце. То есть выпили и потом уже начинается ощущаться горечь. Вкусно. Вот именно соком более мне нравится пить апсент. Чистый также, но чистый тут есть некоторые моменты. Он крепкий. Тут нужно уметь его пить еще. А соком он идет хорошо, непринужденно, как коктейль. Классно. Ну и самый главный вопрос, который интересует всех. Какой же эффект от абсента? По поводу зеленой феи и так далее. Скажу однозначно. Эффект на алкоголь не похож. То есть нет такого тупого алкогольного опьянения, которое обычно присуще для водки, например, или же коньяка. То есть нет такого бах. И чувствую сразу, что ударило голову. Есть другое опьянения, которое сопровождается с такими эмоциями, как лень, не хочу ничего делать, расслабление, тяжесть в руках, в голове, такие ватные руки, ватные щеки. Ну, такого плана. По поводу туйона, который в абсенте. Скажу так. Это не наркотик. Это просто яд, который делает такую интоксикацию организму. И организм так и реагирует. Вот так вот. Так что скажу одно. Нужно быть очень осторожным, очень внимательным. По поводу потребления этого напитка. Все-таки это не игрушки. По поводу хранения абсента. В отличие от магазинов, которые окрашены разными химическими добавками, настоящий абсент домашний, он окрашен с помощью листьев зеленых растений, таких как мелиса, исо и так далее, мята. И во время хранения его лучше хранить в темном месте, потому что на солнце он будет лицветать. Вот уже, смотрите, у меня он приобрел желтоватый цвет. Я буквально дегустирую, снимаю, ну минут 20-30, и солнце взаимодействует с абсентом, и получается такой, немножко другой цвет. В заключение скажу. Рассматривайте этот ролик как развлекательный. Буду рад выслушать комментарии, критику, рекомендации, советы специалистов по изготовлению домашнего абсента. Спасибо всем за внимание. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова